всем привет с вами эльдар муртазин поговорим сегодня про новый смартфон от компании sony который стоит 135 тысяч рублей в этот момент мой голос начинает дорожать тоже 135 тысяч рублей со скидкой можно купить условный galaxy fall 3 но не условная самый что именно есть реальный например за эти деньги нельзя купить с 21 ультра потому что с 21 ультра стоит дешевле а вот этот аппарат можно купить за 135 тысяч рублей я понимаю что владельцев sony не так много на свете но позиционирование которое у компании для этой модели она интересно я люблю фотографировать например и вот здесь я сразу хочу сказать оговориться это важная договоренность потому что есть такая модель компактная rx100 7 уже седьмое поколение стоит она порядка 95 тысяч рублей и вот расчет был такой что зачем покупать тебе rx107 если ты с такой же матрицы можешь купить смартфон еще сэкономить на смартфоне 40 тысяч то есть получается rx107 плюс 40 тысяч и вот это устройство вот она в едином корпусе на самом деле все не так матрица 1 дюймовая которую так пропагандирует и продвигают она здесь действительно используется но расстояние между матрицей объективом таково что либо нужно было наращивать объектив и физику не обманешь потому что объектив rx107 он другой по физическим характеристикам он интересный здесь же все-таки смартфонный объектив и вытянуть из матрицы все что нужно не получается из 20 мегапиксельной матрицы дюймовый мы получаем область значительно меньшую это всего лишь на выходе 12 мегапикселей то знаете такое торжество маркетинга такая же матрица да такая же можем ли мы ее на сто процентов использовать нет не можем а самое главное что sony слабы вычислительные фотографии берем пиксель берем samsung берем iphone вычислительная фотография она просто на голову выше здесь же предполагается что мы не умеем вычислительную фотографию поэтому мы дадим вам кучу настроек в фотографии видео для того чтобы вы уже зная как фотографировать вы все настроили знаете мне это чем-то искренне напоминает камеры альфа когда вы можете без автоматики снять шедевры но за плечами у вас должно быть лет 20 фотографии вы должны четко понимать что вы делаете и при этом да на выходе у вас могут получиться очень и очень приличные фотографии а могут не получиться это не история которую пропагандирует сегодня все производители навел и снял при этом у телефона есть ряд детских болячек которые следуют за телефонами sony последние годы ну например датчик приближения на фронтальной панели все также не срабатывает во время разговора экран может вам светить в ухо быть разблокированным и вы можете ухом нажимать на те или иные клавиши бесит ли это меня безусловно но с другой стороны если вы пользуетесь беспроводными наушниками наверное вас это не будет так сильно волновать наверное я не уверен давайте посмотрим вблизи у этого аппарата есть свое лицо безусловно за что сто тридцать пять тысяч если здесь вот это на чем-то посмеемся на чем-то погрустим за что-то похвален сбалансированный подход как всегда давайте смотреть на этот sony один из самых дорогих смартфонов на нашей планете на заднем панели немного выступает блок камер оформлен он необычно и в общем-то привлекателен достаточно сразу хочу сказать что здесь вот есть микрофончик направленные здесь есть измеритель расстояния но если повернуть его на боковую сторону то мы увидим ребристую поверхность это металл он достаточно увесистый амолед экран оледовский экран неплох при этом обратите внимание что это металл и кнопки тоже из металла вот где-то я умудрился поцарапать эту клавишу клавиш здесь несколько при этом вот эта кнопка регулировки громкости эта кнопка включения выключения и она же по совместительству датчик отпечатка пальца то есть вы нажимаете на эту клавишу и аппарат разблокируется настраиваемая кнопка кнопка затвора когда вы можете быстро нажать на эту кнопку и вызвать камеру и тут же ей собственно говоря фотографировать блокировка кнопка включения выключения происходит обратите внимание что для фотографов кто привык носить на ремешке свое устройство фотоаппарат например здесь тоже есть ремешок он входит в комплект к слову сказать разъем для sim-карт в отличие от многих производителей здесь не нужно никаких скрепок вы достаете все ой все достаете очень просто есть защита от воды ip68 2 sim-карты micro sd то есть вот конструкция такая на ходу достать достаточно легко просто то есть все очень хорошо вы видите все очень просто он увесистый корни горилла глаз виктус передняя панель панель не имеет практически скругления но вот эта грань боковая она немножко скошена что уже как бы неплохо кстати говоря в руках этот аппарат лежит очень и очень неплохо мне нравится как он лежит если мы говорим про заднюю панель черного цвета это один цвет аппарата сатинирование это стекло корни горилла глаз 6 то есть с точки зрения надежности он достаточно надежен usb type-c микрофон три с половиной миллиметра что сегодня редкость микрофон то есть увесистый необычный и имеет свое лицо безусловно потому что ну вы видите что вот это ребро то как он выглядит аппарат выглядит интересно мне не нравится обратите внимание превышенное число попыток разблокировки мне не нравится что датчик отпечатка не встроен в экран он боковой и это конечно же неудобно часто случайно нажимаются те или иные нажимается кнопка разблокировки и аппарат разблокировать не получается экран оледовский 4к экран но также как в предыдущих моделях эти 4к работают далеко не везде здесь есть 120 герц и говоря про экран вы можете настроить экран в режим создателей и тому подобные вещи то есть по сути экран имеет огромное количество настроек но как только мы говорим о том что нам хочется адаптивная яркость здесь на мне хочется экран выкрутить на максимум но он казалось бы неплохо да но экран к сожалению даже на максимуме цветопередачи яркость экрана оставляет желать лучшего с тем что мы видим четкость экрана с тем что мы видим на samsung с 21 ультра ультра значительно лучше несмотря на то что тут выше разрешение по яркости экрана по цветопередаче ультра на мой взгляд выигрывает и выигрывает очень и очень сильно в этом плане всегда это было скажем так не хорошей особенностью для этого аппарата и здесь я могу отметить следующее что говоря про вот этот аппарат я всегда фотографируя на него понимаю что на экране я вижу далеко не то что у меня должно получиться в конечном итоге по экрану я не могу ориентироваться на конечный результат к сожалению экран выдает картинку при фотографировании значительно хуже чем финальный результат и это прям раздражает во всех смыслах поэтому можно говорить о том что на сегодняшний день вот именно это несоответствие экрана в очень дорогой модели и камеры она делает бесполезным все что в компании sony накрутили вокруг этого аппарата фронтальная камера вот она встроена она не в экране она над экраном вот тут прям видно как начинается экран вот он идет вот так 8 мегапикселей не очень хорошая не очень плохая камеры обычный несмотря на дюймовую матрицу да они снимают неплохо но обратите внимание что если мы хотим вот я вызвал сейчас затвором зум двухкратный оптический у нас есть настройки как в камерах альфа или в камерах rx ах вот автоматический режим например определяет тип съемки так далее авто программа можно выставить свои программы и практически настроить все что угодно но как только мы говорим про автоматический режим там неважно авто или basic большинство даже не поймет разницу между авто и basic авто подбирает скажем так режим съемки под вас при этом обратите внимание вы можете снимать джипеги в роу роу плюс джипег но ночью джипег 12 битный возможно вы захотите что-то с ним делать скорее всего вы не захотите делать с ним ничего и здесь конечно у меня несколько раз камера подвисала такое же был на предыдущих sony и я могу сказать что это раздражает безумно во всех смыслах если мы говорим о возможностях вот того что мы получаем здесь они крайне крайне небольшие самое главное что ну как небольшие небольшие именно в автосъемки если вы снимаете с настройками когда вы хотите выбрать все что угодно вы можете выбрать реально там динамический диапазон выбрать ну и так далее и тому подобное то есть вы вызываете и делаете все что угодно отслеживание глаз видео фотографии здесь это фирменная фишка sony она и и она есть отслеживание по глазам фишка крутая но в целом забегая вперед я хочу сказать следующее что получается очень и очень по-дурацки по-дурацки то что потенциал у камера огромный но в отсутствие вычислительные фотографии в отсутствие авторежимов которые навел и снял и дополнительных режимов вот эти режимы должны быть дополнительными снимать как там альфа и прочее как альфа снимают но нет к сожалению так это работать не будет значит что еще хочу сказать 240 герц touch можно играть в игрушки асфальт call of duty я показывал на телефонах sony как это играется здесь есть как бы свой проигрыватель который позволяет там чуть лучше проигрывать музыку опять-таки свой цифровой усилитель музыка играет очень и очень неплохо стереодинамики защита от воды я уже это говорил но он простой вы можете установить внешний монитор вот сюда вилок купить его отдельно есть штатив который позволяет превратить в такую селфи палку со съемкой видео и прочими вещами но в целом я хочу сказать следующее что по качеству фотографий он наверное выигрывает с 21 ультра возможно это мы посмотрим в обзоре на сайте но в сухом остатке за 140 тысяч вы получаете за 135 тысяч вы получаете аппарат которым боковой датчик отпечатка который срабатывает постоянно не самый оптимальный экран 3 восьмерки процессор он греется безумно и вот эта область нагревается и впереди он тоже нагревается 4500 батарейка на сутки его хватает но начинаете вы играть начинаете вы работать аппарат разогревается безбожно и это прямо проблема вот таких проблемах достаточно большое количество то есть вот этот смартфон в котором ориентация он ориентирован на тех кто профессионально фотографирует мне кажется это очень маленькая ниша более того профессионально фотографирующие люди все равно ценят свое время но и вы не будете заморачиваться выставлением кучу параметров для того чтобы сделать один снимок смартфон достал сфотографировал пошел дальше исходя из этого 135 тысяч за этот аппарат это очень дорого такой аппарат должен стоить 1100 но это очень нишевая модель не более того в нем кстати нет ни беспроводной зарядки не обратной беспроводной зарядки то есть что тоже несколько убивает потому что 2022 год на дворе фактически стоит а вот такой телефон у sony появился полный обзор в начале года на сайте но и хорошего настроения оставайтесь с нами пока